Две основных цели объезда – определение работ к субботнику, а также проверка частоты и порядка, какие работы уже сделаны, какие находятся на стадии выполнения. Большое количество вопросов возникло к организации «Мосавтодор». Мосы будем завтра убирать. Остановки сейчас контракт заключит, и мы будем сразу все остановки менять. Завтра мосы будете убирать? Да, сегодня у нас. Александр Евгеньевич проконтролирует вас. Ремонт ямочный. Ямочный будет, и с понедельника будет выпускаться пиццема, и будем как раз его работать. Ну, в течение недели, если все нормально пойдет, то как бы… Потому что погода, в принципе, может быть, уже говорить. Там и тепло будет, до плюс 15. А вот щетка сегодня стояла ваша, здорово, скажем, что… С мед убирать. Ну, и вот сейчас в Асюте не остановили экипаж, там что-то случилось. Я понял, вот. Немалый объем работ предстоит выполнить в Рябиновой роще. Заборчик, который у нас вокруг Рябиновой рощи, надо будет поправить, покрасить. Зонт покрасили, нет? Зонт покрасить, арку покрасить, лавочки пенотексом, столбы покрасьте обязательно. Подготовьте площадку под высадку цветов, он там есть, да? Да, площадка, которая стоит. Александр Николаевич, знаешь ее все. И здесь вот эти вот, такие маленькие полисадники, здесь надо навести порядок. Детская площадка на улице Крыжиновского также нуждается в особом внимании. Необходимо забетонировать дыру в асфальте, срезать выпирающую арматуру. Во время объезда встречались с жителями, которые задавали волнующие вопросы. Ильница Олегович, просьба, очень много детей занимается на нашей спортивной площадке. Пусть покрасят вот это основание и сделают детям разметку. Разметку сделать? Я думаю, не проблема, разметку-то сделать. До настоящего времени на некоторых территориях не убрано прошлогодние листва. Вот это вот, вот это вот, вот это вот, надо все убрать справа и слева, правильно? Да, берем, прошу. Следует продолжить уборку дорожного смета, ремонт дорог на некоторых тротуарах, произвести покраску малых форм, ограждений. На участках, выделенных многодетным семьям, предстоит выполнить большой объем работ. Для отсыпки дорог требуется строительный мусор и бой. Сегодня сделали объезд, очередной, совмещенный с обходом. Посмотрели, каким образом у нас на сегодняшний день находится центральная часть города. Также обратили внимание, значит, на дороги, которые дорогу вот сейчас проехали, видели вообще на огромное количество мусора, это улица Островского. Вот там планируем навести порядок. Карьер первый на Некрасово, который там планируем навести порядок. Также определились и посмотрели, какая работа ведется сейчас по покраске бордюров, по побелке деревьев, по покраске малых форм. Конечно, погода еще не совсем позволяет выполнять данные работы. Можно так сказать, холодно для краски нормально, для людей холодно. Но сроки поджимают, надо активно сейчас заниматься. И рассчитываю, что у нас предприятия, предприниматели и простые жители нам помогут в эту субботу, 22-го, принять участие в наведении порядка. Потому что еще мест, где есть мусор, так скажем, мелкий, где можно убирать листву, где красить деревья, малые формы, архитектурные лавочки, урны, еще вполне много таких мест в городе. Поэтому на 22-е нам придется очень сильно и усердно постараться, чтобы успеть до 9-го мая навести в городе идеальный порядок. По итогам объезда был принят ряд решений, в числе которых активизировать работу по привлечению предприятий всех форм собственности, а также жителей города к весенней уборке и благоустройству территорий.